Уважаемые коллеги, участники конференции, указом президента, да, и тема доклада, немножечко тоже, как бы она была заявлена в конференции, ну вот мы добавили и роль не дат к их решению, поэтому в конференции были только, ну, можно сказать, проблемы. Уважаемые коллеги, указом президента Российской Федерации в мае 2017 года была утверждена стратегия развития информационного общества в Российской Федерации до 2030 года. Принципиальный момент в реализации стратегии стал принятие в июле того же года правительством Российской Федерации программы по цифровой экономике. Вот в марте текущего года Владимир Владимирович Путин в своем послании к Федеральному Собранию, в частности, сказал о необходимости создания в кратчайшие сроки передовой законодательной базы, а также снятия всех барьеров для разработки широкого применения информационной технологии во всех сферах деятельности общества и государства. На исполнении указа президента правительство подготовило национальную программу «Цифровая экономика Российской Федерации». Совсем недавно, 24 октября этого года, состоялось в обслуживании на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Следует особо подчеркнуть повышение статуса этого документа до уровня национальной программы, переработанной и до полной ряда приоритетных направлений, включая целый ряд концептуальных вопросов, напрямую связанных с управлением электронными документами в делах производства и архивах. Нормативно-правовое регулирование, а также контрольные функции в сфере архивного дела и делопроизводства осуществляет Федеральное архивное агентство, находящееся в непосредственном ведении президента Российской Федерации. В соответствии с этими задачами в прошедшем году был принят план деятельности Росархива на 2017-2022 годы. В нем определена цель достижения российскими архивными учреждениями уровня, отвечающие потребностям и нужным современным информационным обществом, то есть реализации стратегии развития информационного общества и программы цифровой экономики. В обществе знаний основу составляет достоверная информация и ее оборот между гражданами, государством, общественными и коммерческими организациями. При этом в фокусе внимания оказывается вопрос формирования единой технологической системы, используемой в смежных сферах деятельности, требований к обеспечению юридически значимых документов оборота, консультальных подходов к обеспечению информационной безопасности при управлении документами, требований к использованию современных технологий архивного хранения электронных документов, иные аспекты, связанные с документоведческими и архивоведческими проблемами создания и использования и хранения электронных документов. Здесь невозможно обойтись без фундаментальных и прикладных исследований, без научных дискуссий и без изучения практического опыта. Невозможно гранатно выстроить систему управления документами, архивную работу, без обращения к таким научным дисциплинам, как документоведение и архивоведение, в комплексе с информатикой и юриспруденцией. В основу набирающей обороты цифровой трансформации в сфере управления документами, безусловно должны быть положены наработанные знания и компетенции. В НИДАТ ведущей научной организацией, наверное, единственной научной организацией Росарькин, которая принимает участие в поиске решений и ряда ключевых задач, которые должны способствовать умножению таких знаний и компетенций в цифровой экономике. Тематика работы НИДАТ непосредственно связана с частью большого нормативных актов, которые в ближайшие годы будут приняты для реализации национальной программы развития цифровой экономики. И это нашло отражение в плане работ, выполняемых институтом на основе государственного задания Росархива в 2018 году. Это уточнение понятия электронного документа, его структуры, метаданных, определение процедур хранения и использования электронных документов, формирование условий признания юридической силы электронных документов, разработка единых функциональных технических и технологических требований к процессу передачи электронных документов из информационных систем на долговременное и постоянное хранение. В прошлом году институт провел анализ всех федеральных нормативных актов, действующих, утративших силу и подлежащих замене или переработке в сфере архивного дела и делопроизводства. Результаты этих исследований имеют практическое значение для дальнейшей нормотворческой деятельности Росархива. Крайне востребован ежегодный аналитический обзор НИИДАТ, Нормативных правовых актов, методических, справочных, информационных материалов, партийному делу и документационному обеспечению, Управление Российской Федерацией и Государственной СССР. Одной из основных, важнейших работ института в текущем году является научный доклад «Документоведческие архивоведческие аспекты проблем электронных документов». В нем рассматривается понятие сущность электронного документа, технологические аспекты работы с электронными документами, организация хранения и комплектования учебных использований. Результаты этой работы станут, мы надеемся, отправной точкой для поиска практических решений в области электронного документа, оборота и организации архивов электронных документов. Еще раз повторяю, пока это научный доклад. В 2018 году «Документедат» завершает знаковые работы по подготовке первого этого новых правил организации хранения, комплектования учета и использования документов архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов государственных и муниципальных архивов, в музеях, библиотеках, научных организациях. Замечу, что прежние правила 2007 года давно перестали отвечать современным реалиям. Среди наиболее актуальных задач, решаемых в данном документе, это создание на уровне нормативного правового регулирования условий для приема на хранение электронных документов, как на обособленных материальных носителях, так и по защищенным каналам связи. Определение основных требований к учету, хранению и организации их использования. На выходе перечень типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности организации с указанием сроков хранения. Он учитывает процессы и тенденции, связанные с расширением масштаба электронного документа оборота, с появлением новых типов и видов документации, а также потребность и уточнение сроков хранения. Сегодня требуется отдельное изучение технологических аспектов цифровой трансформации в сфере управления документами. При этом главной задачей таких научных дисциплин, как документоведение и архивоведение, становится функциональное исследование открывающихся технологических возможностей, оценка воздействий на традиционные формы ведения дел, анализ потенциальных рисков под переходом на новые технологии и подготовка типовых нормативов, регламентов и правил в порядке и привязки к существующей нормативной базе. Институт разработал цифровые функциональные требования к системе электронного документа оборота и системе хранения электронных документов в архивах и государственных органах. Это первый документ, и они предназначены в первую очередь для использования как при создании систем электронного документа оборота и систем хранения электронных документов в архивах и государственных органах, так и для оценки функциональных возможностей, уже применяемых систем в целях их развития. Безусловно, это только еще начало, мы понимаем, большой работы по изучению функциональных требований в отношении различных востребованных и перспективных технологий и последующего их регламентирования. Обязательные к исполнению нормативно-правые акты только отчасти определяют правила и порядок управления документами и архивами. Во многом эта сфера регламентируется национальными и международными стандартами. Гармонизация основной нормативной базы с действующими стандартами – важная задача, которой также не следует. При этом изменения, отслеживанные на практике, следует отражать в новых регламентирующих документах. В условиях цифровой экономики взаимодействия граждан, бизнеса и государства находится в постоянной динамике. Меняются инструменты, технологии создания документов. Их распространение, значительные изменения связаны с возможностями сбора, структурирования и обработки метаданных изначально электронных оцифрованных документов. Причем большинство изменений быстро распространяются и легко масштабируются. В ней даты активно участвуют в разработке национальных стандартов. Дополняющийся сферу нормативного права регулирует и кондиционное обеспечение управления активного дела. Институт регулярно осуществляет исследования международных стандартов и проектов международных стандартов ИСО. Определяет целесообразность разработки на их основе соответствующих национальных стандартов. Институт подготовил и представил технический комитет номер 191 Росстандарта, проект стандарта ГОСТ-РСО 15489, управление документами, понятиями и принципами. Также мы активно участвуем в деятельности технического комитета 46 ИСО, как мы его называем, по разработке и актуализации международных стандартов серии 30300 под общим названием «Система управления документами». Мы планируем расширить свое представительство также международной организацией по стандартизации ИСО. Одним из основных направлений работы Института является научный анализ развития системы управления электронными документами как в России, так и за рубежом. На протяжении последних десяти лет Институт ежегодно проводит анализ и мониторинга документов оборота федеральных органов исполнительной власти и перехода федеральных органов исполнительной власти на безбумажный документ оборот. Основными его задачами являются выявление и анализ данных об объемах документов оборота федеральных органов исполнительной власти в целом, а также по документам по токам. Исследование тенденций в развитии организации документов оборота федеральных органов исполнительной власти в связи с переходом на безбумажный документ оборот. Применение системы электронного документа оборота, межведомственного документа оборота, межведомственного электронного взаимодействия. Результат исследования направлен на совершенствование документационного обеспечения управления и позволяет принимать обоснованные решения по оптимизации документа оборота. Институт регулярно осуществляет исследования и анализ зарубежной периодической литературы, материалов официальных интернет-сайтов, конференций, международных научных проектов по проблемам управления документами в целом и электронного документа оборота, электронных документов в частности. Представители в ней дат активно участвуют в международных конференциях и проектах, связанных с этими вопросами. Все, что позволяет изучить и оценить практическую значимость и предназначенность новых информационных технологических решений в сфере электронного документа оборота, автоматизации архивного дела. Несомненно, в числе приоритетов находится и изучение международного опыта, и взаимодействие с нашими зарубежными коллегами, особенно с партнерами из государств, членов Евразийского экономического союза. Перед нами стоят не только общетеритические, но и совместные практические задачи по созданию единого цифрового экономического пространства. В октябре 2017 года утверждены основные направления так называемой цифровой повестки дня, рассчитанной до 2025 года. При развитии цифровых экосистем Союза поставлена задача интеграции информационных систем государственных органов государства, членов Союза, а также их цифрового и трансграничного пространства доверия в единое цифровое пространство в рамках информационного обмена с применением средств межгосударственного электронного документа оборота в доверенной среде. Для изучения и распространения международного опыта в странах Союза и странах СНГ в Нейдад осуществляют впервые издание русскоязычной версии журнала «Атлантия», издаваемой Международным советом архивов. Первый номер не успели на конференции, но выйдет вот в этом месяце. Я хочу сказать еще, что мы добились, вот с коллегами заключается договор об издании «Атлантия», то, что наши ученые, учитывая его высокий рейтинг, международный рейтинг, наши ученые, наши специалисты и практики могут в нем также размещать свои публикации. Это достаточно такой знаковый журнал в мире архивистов. Институт, понимая необходимое широкое взаимодействие с профессиональным сообществом, привлекает к своим научно-исследовательским работам широкий круг специалистов, проводит консультации с внешними экспертами, организует общение с представителями профильных организаций. Вот только что вышел в свет первый номер нашего научного информационно-аналитического журнала «Вестник Нейдад». Уверен, что журнал станет эффективной площадкой для интеллектуальных дискуссий и обмена мнениями по самому широкому спектру вопросов и проблем. Журнал приглашает исследователей, специалистов практика, преподавателей вузов, готовых поделиться своим опытом работы, мыслями, идеями, концепциями. Отечественные опыт являются важным фактором, с учетом которого можно адаптировать к российской действительности самые значимые мировые достижения. Одним из основных направлений программы развития цифровой экономики является обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров. Нейдад традиционно осуществляет повышение квалификации и подготовку кадров в сфере делопроизводства, архивного дела. В ноябре прошлого года институт получил новую лицензию на осуществление образовательной деятельности. Современные условия диктуют применение новых форм обучения, поэтому с конца 2017 года институт приступил к реализации проектов по дистанционному обучению в формате онлайн-курса. Слушатели осваивают программу на основе пакета учебных материалов, выполняя практические тестовые задания по выбранному курсу. Этот формат подготовки обладает рядом существенных преимуществ и признан в мире в качестве эффективной методики обучения. А учитывая масштабы нашей страны, просто не заменим. И в октябре этого года в Нейдад получил свидетельство о государственной аккредитации образовательной деятельности. Теперь институт осуществляет подготовку специалистов высшей квалификации в институте по специальности документалистика, документоведения, архивоведения, а также по новой специальности информационные системы и процессы. В завершении, так как по регламенту мы с вами договорились, невозможно остановиться в эти 15 минут, поэтому приходится завершать. В завершении своего такого, я бы сказал, все-таки краткого выступления подчеркну, что масштабное применение новых информационных и коммуникационных технологий в совокупности с развитием глобальных форм автоматизированных информационных систем, то есть цифровых платформ, кардинальным образом трансформирует управление электронными документами. Начальная стадия развития цифровой экономики формирует особую потребность проведения комплексных исследований, современных вызовов, которые стоят перед документоведом мерки и убедом. Мы уверены, что знания и компетенции, которые накоплены в НИИДАТ, как ведущей научной организацией Федерального активного агентства, все-таки позволят институту стать одним из центров межведомственной координации таких работ в сфере делопроизводства активного тела. Спасибо за внимание.